Сейчас я буду делать обзор на вот такой вот двигатель с обратной связью, вот такой у него идет драйвер, сейчас фокус сделаем, вот такой драйвер HB860H, расскажу что здесь внутри, посмотрим все, открою его, чтобы наглядно было видно. Здесь единственное, я уже поставил один, это с Y, я еще не ставил специально, хочу сделать обзор, потом поставлю, здесь вот переключатели неправильно, чуть-чуть обозначение стоит, до этого я покупал такой же, там все правильно работает, здесь чуть-чуть перепутали. Ну сейчас все посмотрим, все открою двигатель, открою, посмотрим мой энкодер, как там что выглядит. И меня получается, у меня стояли вот такие вот движки, вот он размер, буду ставить вот такого-то, самый большой, который можно поставить на станок, вот так вот получается в два раза больше он по размеру. Сейчас откроем все, посмотрим, что начинка какая, и покажу я это все в действии. Здесь пломбочка стоит. Так, ну начинка у нас сверху, вот этот красный у нас означает ошибку, если у нас энкодер проскочил, ну точнее движок застрял, начинает светиться красное, выдает ошибку энкодера. Дальше, вот это у нас зеленое, просто показывает работу, здесь по переключателям, вот этим вот, выставляется шаг. Вот этот получается пятый, у нас идет направление, в какую сторону у нас будет движок крутиться, пятый. А шестой у нас идет энкодер, включается, выключается, только единственное здесь косяк, что написано у нас шестая, энкодер включен, когда выключатель вот этот в положении ON, но на самом деле здесь наоборот получается. Сейчас он включен, вот мы смотрим стрелочка, он вниз. Вот так должен быть он якобы включен, но на самом деле здесь наоборот, я уже проверил. Другой у меня приходил, там все правильно, здесь почему-то наоборот. Так, вот у нас внутрянка получается, первый разъем у нас идет, вот эти два, это вот АЭС подписано, получается, здесь можно подавать и переменку, и постоянку. Здесь стоит диодный мост, так что без разницы, куда плюс, куда минус, или переменку подаешь, опять же здесь разницы нет. После диодного моста идут конденсаторы у нас выпрямительные. Дальше вон видно, раз, два, три, вот тут под резисторами четыре, вон пять, шесть, семь, восемь. Восемь выходов транзисторов, вон они под низом видно, вон один ряд, второй ряд, и вот так видно, вон четыре штуки. Короче, восемь ключей на движок идет, на управление, и они управляются вот этими вот микрухами. Следующий разъем у нас идет с энкодера, вход-выход, и через логику уже на контроллер. Вот контроллер, здесь у нас еще собрано, вон блок питания какой-то, вон шимка, тоже на транзисторе все. Ну, неплохо сделано, прям стабилизатор стоит. Здесь оптопары, получается, у нас идут, это вход с компьютера, это уже идут обратка, там, об ошибке с анализацией, вот такая вот фигня. Ну, короче, пайка, я скажу, достаточно неплохая. Все здесь вон проклеено, чтобы от вибрации ничего не отлетело, все конденсаторы, все проклеено, все держится. Плата жесткая, все, нигде ничего не играет. Короче, достаточно неплохо все сделано. Единственное, вот термопасты я не вижу там под транзистором, но вроде там вон проложена какая-то резиновая прокладка. Да, что-то там есть. Короче, есть все проложено под транзисторами. Ну, короче, драйвер собран отлично, мне нравится. Сейчас посмотрим, что у нас с движком. Так, движок я открыл, чтобы время не затягивать. Короче, так же четыре провода идет стандартно, ну, как обычный двигатель, по сути. И еще один вот такой разъем идет, 9-пиновый. Это уже на энкодер. И вот он, сам энкодер. Получается, он просто как бы отдельно так сделан. Висит в воздухе, вот он вал. С энкодерной лентой, не лентой, не знаю, как кольцом правильно назвать. Крутится кольцо. А здесь, сейчас я сделаю фокус поближе. Чтоб разглядеть все. На, думаю, пойдет, видно. Вон оно само, получается, энкодерное кольцо стоит. Это какая-то микрохо, даже не знаю, что это такое. Здесь видно, вот она, оптопара стоит. Между которым вот энкодерное кольцо это ходит. Ну, короче, вот так вот простенько все, в принципе, сделано. Я знаю, что на Алишке продаются отдельные энкодеры, можно их ставить. Я находил. Ну, я посчитал, что по цене выходит то же самое, что купить готовое. И уже, ну, заводская будет здесь коробочка, все от пыли защищать. Как ни крутить, чем самому там что-то изобретать. Короче, я решил лучше купить полностью готовый такой комплект нормальный, скажем, заводской. И пользоваться. Ладно, сейчас я это назад все соберу и будем пробовать. Вот две доски у меня вышло. Вот эта доска с подшипниками ослабленные были на валах. Вот тут я подшипники уже подтянул. Сейчас покажу, в чем разница. Вот тут вот рельеф глаза плохо видно. Вот так он ощущается, не очень. А вот тут уже с подтянутыми гораздо хорошо виден глаз. Ну, на глазах в основном это видно, потому что здесь рельеф маленький. И вот так вот выходит. Конечно, доска рваная, эта фреза была уже такая ушатанная. И поэтому рельеф такой рваный получился. Сейчас я чуть-чуть уменьшил начальную скорость. Вот эта вот резалась на начальной скорости 4000, конечная в 8800. Вот так вот получилось она. Чуть-чуть рваная, конечно, это все. Ну, все сошлифуется. Сейчас я сделал 2500 на 8800, потому что станок сильно прыгает. Аж с такими ударами. Как бы мне его жалко убивать. Решил чуть уменьшить. Сейчас покажу, как это все работает. Вот такие настройки у меня сейчас стоят. Начальная 2500, конечная 8800. И получается, в NC студии идет ограничение 8800 у меня. Не знаю, как это убрать, как повысить. Ну, короче, я сделал просто, получается, вместо 100% поставил 120. И на таком рельефе оно разгоняется. Вот 5 с копееками, 5300. Бывает там до 6 подпрыгивает. Ну, опять же, когда прямая, уже там 11 с чем-то вроде выходит. Или 10 с чем-то тысяч, я не помню точно. Шпиндель у меня, получается, стоит 20000. Сейчас скорость. Но, в принципе, стружка крупная такая, нормальная. Не пыль прям мелкая. Я считаю, пойдет нормально. И у меня подписчик спрашивал, ой, зовут его Сергей Полищук вроде бы. Он спрашивал, как сделать разную скорость, чтобы была на разных осях. Тут, короче, какой вариант есть. Вот тут у нас выставляется скорость. Здесь написано на Z. Но выставляешь ее, она меняется везде. И на Z, и на X, и на Y. Короче, везде полностью меняется. Хотя здесь написано, что скорость подачи. Ну, короче, меняется везде. Единственный вариант изменить на Y скорость. Это вот тут она выставляется, получается у нас скорость. Но если мы переключаем в режим цилиндра. Когда мы в настройки заходим, меняем Y, чтобы у нас работал по сферической поверхности. То тогда вот тут мы можем поменять скорость. Сейчас я покажу. Здесь надо перейти вот в эту вкладку. Вот, переходим. И внизу здесь можно поставить вот так вот галочку. И тогда мы перейдем уже в сферическую, получается, типа работу. И вот тут можно указать именно радиус окружности. Он уже сам пересчитывает, получается. Ну, перемножая через 2πr, узнает, какая окружность. И уже подгоняет под эту окружность скорость. Ну, короче, таким образом можно вот Y уменьшить скорость или увеличить. Ну, я как понимаю, Y у нас всегда идет масса больше, там тянет. Поэтому, ну, можно уменьшить скорость относительно X и Z. Вот таким образом. Как бы, ну, если вы штампуете, там, какое-то количество определенное подрассчитали, какая вам скорость нужна. И уже выставили здесь радиус. И на такой скорости работать. И на такой скорости. И на такой скорости. И на такой скорости. Вот такой чистенький рельеф получается. Все вообще классно. Мне очень нравится. Заусенцы почти нету вот этих вот. Оно все срезается. Фреза хорошая. Но, опять же, должно все быть подшипники. Все нормально зажато. Чтобы ничего не шевелилось. Чтобы ничего не шевелилось. Он вообще мертвый стоит. Нету ни лифтов никаких. Опять же, масса здесь у него у станка эта очень большая. Честно, даже не помню, сколько килограмм. Но он очень тяжелый. Пятером его заносили. По двум частям разбирали. Очень большая масса. И, как бы, вибрации нету. И режет вообще отлично. Ну, опять же, надо следить за подшипниками, за всем. Сейчас вот новый шпиндель, я заказал, придет на четырех подшипниках. Это на двух. Он уже подразбитый. Ну, в принципе, режет нормально. Но все равно буду его менять. Ставить четыре подшипника, чтобы было. Что я хочу сказать еще. Плюс вот этих вот движков. То, что вот я сейчас на паузу поставил. И возобновлю, если резку. Вообще, перехода не будет видно, как будто никто не останавливался. Ничего. Будет все четко. Как шел, так и идет. А на старых движках, как бы, изначально, когда я покупал станок. Тоже, ну, как бы, интересовался, сколько по времени. Что, как режется. И мне говорили, что, да, ничего страшного. Там не дорежешь, если на ночь, чтобы не беспокоить соседей или самому, чтобы нормально спать. Потому что станок все-таки шумит. Может, на паузу поставить, завтра, ну, там, в следующий день продолжить. Вообще, варианта такого на самом деле нет. Как бы, можно поставить на паузу, потом продолжить. Но переход всегда был виден. Вот, тем более, на таких вот гладких поверхностях, где не рельеф. Да даже на рельефе всегда видно было. Когда продолжаешь. А если здесь продолжить, то упадет так же все четко. Вообще не видно ни перехода, ничего. Естественно, конечно, если там надолго это все оставить дело, то доска там где-то усохнется, а где-то, наоборот, разбухнет. И тогда, конечно, переход будет видно. Но если это кратко-временно, там, сколько-то часов, там, не знаю, я особо не напрягаюсь в плане в этом. Я обычно ставлю, и у меня дорезается до конца, потому что у меня вот такой бокс собранный здесь. И он, в принципе, неплохо шум убирает. Ни шума, ни пыли в помещении нет. Ну, как бы шум есть, но не такой, что там прям вешаться от него. И я скажу, вот это, конечно, у движков плюс. Опять же, они очень тихие. Я вот дорежу, покажу, как работает движок. Я сейчас один еще не поменял, уже у меня лежит вот такой вот, такой же. Один по Y, получается, у меня еще старый стоит. Я еще не поменял, не добрался в конец станок отодвигать, потому что эти движки подлиннее и, короче, не влезет. Он не смогла поменять, пока не отодвинул. И включу по звуку, покажу, как работают обыкновенные движки и как работают движки с обратной связью. Вообще, практически не слышно. Отличный звук. Вот он у нас, получается, X. А вот это Y, это на старом движке. Вот я скорость побольше сделал. А вот это Y. Вот такая разница уже чисто в звуке. Вот так выглядит скорость 8800. Сейчас я показывал, как на 8800 скорости работает он с энкодером. Вот это тут шестой переключатель. Он отключает энкодер. Сейчас я его себе отключу там и посмотрим, на какой скорости он сможет работать без энкодера. Так, отключил я энкодер сейчас и пробуем на 8800. Продолжение следует... Ну вот Z справляется, а вот X нет. А с энкодером нормально. Сейчас попробуем меньше, посмотрим. Ну вот 6800 работает, в принципе, нормально, без энкодера. Ну вот всё-таки от энкодера толк есть. Во-первых, точно всё останавливается, все позиции, всё чётко. Когда паузу ставишь, продолжаешь, вообще переходов ничего не видно. Очень классно. И в то же время, получается, он гораздо мощнее работает. Сейчас я запущу на 8800 скорость и ускорение 4000. Ну, я подожду, чтобы рельеф пошёл, и тогда включу запись. Вот, сейчас пошёл рельеф, и вот так вот выглядит 4000 ускорение. Ну, или начальная скорость, не знаю, как правильно. Ну, мне кажется, станку всё равно неприятна такая скорость. Потому что вибрация всё-таки сильно идёт. Аж весь стол коллером ходит. Такую массу кидать быстро. Поэтому я решил делать две с половиной. В принципе, он нормально ходит, ничего там сильно не трусится. А на такой скорости подшипники на неделю только хватит. Ну, я думаю, на этом всё. Кому было полезно, ставьте лайки, пишите в комментариях, если что-то непонятно было. До встречи!